здравствуйте друзья вы знаете что у нас на канале люди разных возрастов и в частности и для меня это очень трогательно на самом деле что у нас есть совсем молодые ребята и 14 лет и 15 лет и 16 и как бы я ощущаю особую ответственность потому что они находятся в таком возрасте когда многие вещи закладываются фундаментальные по значению своему поэтому вот тут вопрос от 16-летнего молодого человека он учится в девятом классе в российской федерации учится в математическом классе или там в школе математической вопрос есть там вы прочтете в описании к видео и он и английским интересуется может быть пока там недалеко убежал в английском но в пути и интересуется как бы вот технологиями интересуется тем чтобы но может быть если не иммигрировать то какое-то время пожить поработать в соединенных штатах я не знаю там что конкретно у него на уме может быть он хочет там google и где или фейсбуке или в чем-то таком крутом я даже не знаю в общем не суть у него пока вот такой план что ли такие мысли в голове и он спрашивает а что вот может быть ему стоит пока суть до дела значит там может быть тестированием позаниматься или сразу вот там в разработку в программирование и так далее там у него еще один вопрос есть мы к нему подойдем значит если мы отвечаем на вопрос заниматься или мы сейчас пока тестированием я я бы так сказал что с молодым желательно и не только но особенно смогу желательно делать вещи на пределе своих возможностей то есть скажем если ты в принципе можешь заниматься разработкой а почему бы тебе не не может заниматься разработкой вот действительно там 16 лет физмат школа все дела конечно это очень здорово было бы вот заниматься именно разработкой нежели тестированием но тестирование тоже такая штука что бывает на самых разных уровнях сложности бывает очень и очень сложная тестировать но я я бы так сказал что есть компании например я знаю такие компании их не очень много где считается что вот начинающий там из университета компьютерщик так программист будущий вот если вот так годик а то и два поработает например в тестировании своей карьеры то он потом будет лучшим программистом чем если бы он не поработал в тестировании давайте то есть он как бы начинает понимать под что он пишет свой софтвер под какой процесс то есть какой тест должен быть пройден этим этим софтвером есть такая разновидность даже программирования называется тест driven development когда сначала пишется тесты а потом под эти тесты пишется программный продукт чтобы он прошел эти тесты не требования в эти как 3 традиционно пишется требования по ним пишется программный продукт а вот у тебя есть требования по ним по ним пишется тест а дальше пишется продукт чтобы прошел тест это более дорогостоящая разработка и наверно времени больше занимать я не знаю но качество выше поэтому связь программирования с тестирования я бы вот так обозначил это очень неплохой навык для хорошего программиста будущем там и так далее но конечно если у нас время ограничено время обычно очень ограничено то конечно нужно делать самые сложные вещи которые ты в состоянии делать это первый вопрос второй вопрос молодого человека такой у него нет денег как бы он говорит он рассчитывает только на себя бюджета у него нет там не знаю в общем как был такой но рассчитывает на себя без бюджета и спрашивает что ему делать раньше вот закончить выше образование на родине и потом заниматься вопросами там не иммиграции ну скажем там перед перед перебраться на какое-то время в сша или же прям сразу после школы и уже на месте может быть получать образование в съемных штатах тут во мне борются несколько векторов сразу я я расскажу а вы уже тогда сами для себя смотрите значит один вектор который меня в голове сидит в силу возраста воспитания и всяких таких дел что надо иметь высшее образование но то есть как бы сказать я знаю много случаев когда значит люди обходятся я знаю многих которые вам начнут говорить что тут убил гейтса не было высшее образование закончено там еще что-то ну да и в голливуд тоже можно приехать и можно рассказать как там официантка стала кинозвездой ну сколько еще нужно официанток там для этого делать поэтому я как бы сторонник того чтобы иметь фундаментальное образование не для корочки которая ты вот там учился где-то заочно что-то сдал перестал что такое поэтому если ты можешь получить образование ты должен его получить но делать это на родине или делать это в сша значит тут у нас другой вектор значит то есть ещё раз я я вернусь я не рассматриваю вариант не нужно тебе вообще образование то есть я я за то что в образование был потому что можно было сказать ой какой тяп заводе и и зайдем начинай программировать обойдешься без образования так не говорю то есть пожалуйста езжай программирует оно все равно образование надо получать если ты решил ехать сразу после школы то имею ввиду что это нужно сделать значит Значит, следующий вектор у меня такой иммигрантский, то есть мой иммигрантский опыт говорит, что образование, скажем, полученное в Америке, это не просто образование, а это образование, которое кроме профессии дает тебе, ну, нетворкинг, то что называется, да, то есть у тебя много-много людей, которых ты знаешь, и которые в этой индустрии, которые в этой стране, это, как сказать, это поплавок. Мощный такой, который вытаскивает тебя наружу, выбрасывает тебя наверх, поэтому люди платят такие деньги, чтобы учиться в Стэнфорде, а не, допустим, там где-нибудь еще, понимаете, и в Еле, или в Гарварде, там, в зависимости от специализации и так далее, потому что среда вот этого, она вытаскивает человека наружу, не только профессия как таковая, то есть для выживания не так важно, где ты учился, но для того, чтобы хорошо жить, важно, поэтому я к чему рассказываю, что иммигрантская такая моя составляющая говорит, конечно, лучше, если бы ты учился, там, в США, другое дело, что ты можешь выучиться дома, там, на бакалавра, приехать сюда, а мастера уже здесь получить, ничего, ничего плохого в этом нет, так что, безусловно, если молодой человек приедет в Соединенные Штаты, там, после окончания школы, я не знаю, там, 18-19 лет, высшего образования у него нет, он еще каким-то образом легализоваться должен, там, я не знаю, какая у него проблема будет, то есть понятно, что по профессиональной иммиграции он уже не проходит, да, то есть надо иметь высшее образование, то есть у него, как бы, даже меньше возможностей иммигрировать, то есть меньше каналов иммиграционных, с другой стороны, есть еще вектор, который, как бы, в обратную сторону тянет, значит, если он свои планы будет откладывать, особенно, если это в таком возрасте тоже очень критичном и динамичном, как вот там, не знаю, 18, там, 22, 23, пока он в университете учится, в это время возникает очень много событий в жизни человека, и девушка, понимаете, не девушка, девушка, но вот любовь, понимаете, родители, с которыми может что-то случиться, я не знаю, там, что, такое, что требует вашего присутствия, это могут быть какие-то бизнес-отношения с людьми, которых вы не можете оставить, потому что вместе начинали, и надо что-то дальше, то есть, что я хочу сказать, вероятность того, что человек до Америки никогда не доберется, она резко увеличивается, я не хочу сказать, что это плохо, но раз мы уже рассматриваем план, который вот у него в голове, то, конечно, у него гораздо больше возможности добраться до Америки и легче в ней зацепиться, если вот он будет совсем молоденький, открытый, там, ко всему и так далее, проще, вот, ну, такие вот у меня соображения, поэтому у меня нет готового ответа, если бы я знал конкретного молодого человека и, как бы, обстоятельства, в которых он находится и так далее, я, может быть, мог бы лучше оптимизировать, но тут есть еще, как бы, у меня такое беспокойство, как бы, политического, что ли, характера, потому что я не знаю, куда движется, вот, в долгосрочном плане, куда движется Российская Федерация, потому что, вот, если тот вектор, который сейчас есть, он сохранится дальше, то может оказаться, что и границу закроют, может оказаться, что и там денег не переведешь, даже если будут, или там еще что-то, еще что-то, еще что-то, и я просто жил в такое время, когда не было эмиграции никакой, когда границу пересечь можно было только, там, под автоматными очередями, понимаете, поэтому, там, под колючей проволокой проползать, кому удается, и поскольку у меня эта память тоже присутствует, то вот есть, как бы, некоторое такое беспокойство, и вот на сегодняшний день, скажем, год назад, я бы, может быть, так не сказал, а сегодня, вот, с учетом того, что мы видим, я бы сказал, что, может быть, лучше бы и поторопиться тоже, вот, может так случиться, что, когда пройдет, там, пару-тройку лет, вот он сейчас в девятом классе, я, я точно не знаю системы образования в России, по-моему, там, 11 лет, да, но вот, мы, мы когда-то учились, было 10, ну, вот, 11 лет, вот, если он еще, там, пару лет поучится, то, может быть, вопрос, делать это раньше или делать это позже, отпадет сам по себе, потому что, понятно будет, что надо, ну, как бы, чем раньше, тем лучше, например, или наоборот, или наоборот, отношения наладились, значит, иммиграционная политика США изменилась, этих виз рабочих сколько хочешь, и так далее, я помню время, знаете, какое, в 2000 году, большая квота была тогда на эти рабочие визы, там всем хватало, и я в январе 2000 года начал группу, и там у меня было человек, я боюсь собрать, ну, там, допустим, 15, и из них только два имели разрешение на работу, остальные все были девочки из Индии, нет, ну, почти все из Индии, из России тоже были, там, откуда-то, из бывшего СССР, точнее, не помню, откуда, и вот им нужно было рабочую визу, к моменту, когда группа заканчивалась, через 4 месяца, там практически весь, весь ее оригинальный состав уже имел джоп-офер, там, с оформлением визы и так далее, понимаете, как просто было, вот идешь на рынок, и тебе говорят, нанимаем, вы говорите, а у меня рабочая виза, говорит, не проблема, бах, и все, и ты выходишь на работу, то есть такое время было, я его тоже помню, то есть, может быть, оно повторится, посмотрим, то есть, сейчас идет, идет к тому, чтобы повторилось, поэтому есть некоторая сиюминутность в оценке ситуации, для того, чтобы ответить на вот этот вопрос, значит, сразу после школы, или все-таки получить высшее образование, и опять я уже, как дедушка, вот у меня, это такое отношение, вот если бы моя дочь, например, в 20 лет стала мамой, то вот этот мальчик по возрасту уже мог бы быть моим внуком, и я уже там, как дедушка на это смотрю, и я говорю, что есть риск, что он вообще никогда высшее образование не получит, вот так его занесет, унесет, увлечет, и так вот и останется, я много народу знаю, которые так никогда и не получили высшее образование, не то, чтобы они от этого там как-то осиротели, знаете, что-то такое, но все равно, вот как бы мои такие, значит, я не знаю, такие мысли, знаете, как говорят, вот там, чем отличается там террорист от еврейской мамы, говорит, ну, с чем, говорит, с террористом можно договориться, понимаете, вот я как еврейский дедушка, я очень переживаю, чтобы у мальчика было высшее образование, хотя, может быть, времена другие, и я так устарел, Ну, в общем, такой вот сказ, и передаю молодому человеку привет, и всем остальным молодым, не очень молодым и совсем не молодым мальчикам и девочкам, всем большой привет и пожелания успехов в пятничное утро калифорнийское. Счастливо!